Ньюсбокс Свежие новости из жизни звезд. Горячие тренды, эксклюзивные фото и видео. Светская хроника. Концерт Стаса Костюшкина. Анита Цо сняла клип в прямом эфире. С кем слишком тесно общается Данте? Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс Дайджест. Хочешь узнать все про артистов? Актуальные новости шоу-бизнеса, сплетни, интриги, скандалы, слухи и подробные события из жизни знаменитостей только в нашем сюжете. Ирина Шейк и Брэдли Купер впервые стали родителями в апреле этого года, но уже готовы повторить этот опыт. Ирине очень нравится быть матерью. Она действительно нашла в этом свое призвание, поэтому не хочет откладывать вторую беременность. Купер тоже в восторге от своей дочери Лэи, поэтому с нетерпением ждет, когда у нее появится брат или сестра. При этом пара остается в гражданском браке и не спешит официально оформлять свои отношения. С дочерью Лэи Шейк и Куперу очень помогает мама модели, которая часто забирает малышку к себе, позволяя влюбленным больше времени проводить вместе. Ферджи заявила о том, что официально расстается с Джош Дюамелем. Актер признался, что разделение семьи не его идея. Больше всего он расстроен, что его четырехлетний сын будет жить теперь не вместе с ним, как ранее. Ферджи говорит, что у нее сейчас тяжелый момент. Решение далось нелегко, но отступать от своих действий она не планирует и ничего слушать по этому поводу даже не желает. Слишком много слез пролито, наши пути разошлись окончательно, комментирует она. Актер также сообщил, что все равно он готов помогать своей без пяти минут уже не жене. Конечно, он считает, что их сын должен быть сейчас как можно чаще с отцом, пока его личность только формируется. Пара обязуется что-то придумать во благо своего дитя. Нападающий мадридского Реала Криштиану Роналду стал отцом в четвертый раз. Подруга футболиста, модель Джорджина Родригес родила ему дочь. Как сообщают западные СМИ, Джорджина Родригес чувствует себя после родов настолько хорошо, что уже спустя несколько часов Роналду повел ее в один из мадридских ресторанов, чтобы отпраздновать важное событие в их семье. Напомним, что Криштиану Роналду уже воспитывает трех детей, которых ему родили суррогатные матери. Семилетнего Криштиану Роналду-младшего и пятимесячных близнецов Еву и Матео. Для Джорджина Родригес новорожденная малышка стала первенцем. На днях прошел сольный концерт Стаса Костюшкина. Со сцены прозвучали песни из репертуара группы «Чай вдвоем» и проекта «Одесса». Как все прошло, узнаете прямо сейчас. В минувшие выходные в клубе отеля «Корстон» отгремел концерт Стаса Костюшкина. Перед выходом артиста на сцену пришедшие гости с трепетом рассказали, за что они любят Стаса. И с удовольствием напели любимые композиции. Мы находимся на концерте Стаса Костюшкина. И сейчас я узнаю, в чем его секрет и за что его так любит публика. Иногда деремся, иногда ругаемся. Так что все нормально. Что еще бывает? Все как у всех. Видите, заставляет меня вес гонять. Это самое страшное, потому что в 7 утра у меня пробежки, он меня гоняет по 2-3 километра. Рассказывай, как ты решила свой день рождения праздновать на концерте Стаса Костюшкина? Потому что это очень хороший певец. Мне он очень нравится, особенно мне нравятся его пресс и его мускулы. Эти цветы специально для него. Очень симпатичный, позитивный человек, молодой. Красив, прекрасен, хорошо поет. Женщина, я не танцую. Женщина, я не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться нормально с ориентацией. Женщины, я не танцую. Женщина, я не танцую. Хватит улыбаться. А, ты тоже любишь Костюшкина? Публика встретила артиста овациями и активно подпевала. Со сцены прозвучали песни из репертуара проекта «Одесса», а также группы «Чай вдвоем». Ну, как обычно, вакханалии, катастрофа, кошмар, танцы, драйв, что еще, обливание, голые тела. Ну, как это, послушайте, вы же знаете, что на нашем концерте происходит. На самом деле, просто я пришла развеяться. Если будут сюрпризы, будет замечательно. Буду рада. Какие сюрпризы? Все, все, все то же самое. Я надеюсь, что каждый раз, когда меня спрашивают, то я на Пугачеву упаду, то еще что-то. Я говорю, ну что вы, никаких сюрпризов? А потом думаю, все-таки боссы, поэтому осторожнее. Без преувеличения можно сказать, что каждая композиция проекта «Одесса» является хитом. И на радость поклонникам Стас поделился о готовности еще одной композиции, с которой он вновь готов взорвать все музыкальные чарты. Очень давно таких треков не было. Откровенно говоря, мы писали его полтора года. Для меня это мой любимый трек, потому вот как это сделано вообще. Название есть уже? Есть, ничего не скажу. Вот не скажу. Просто, блин, это все очень эксклюзивно. Да не, не скажу. У нас такие названия, что можно их украсть, поэтому пока не скажу. Анита Цой никогда не боялась самых смелых творческих экспериментов. Поклонники певицы давно привыкли к сюрпризам. Многое из того, что делала и делает Анита в нашей стране, было впервые. Не стали исключением и съемки нового видеоклипа на песню «Я бы тебя». Впервые в российской шоу-индустрии они состоялись в прямом эфире. Анита Цой любит делать сюрпризы. Ее новый видеоклип сняли с одного дубля. А зрители получили уникальную возможность наблюдать за всем процессом онлайн. Трансляцию съемок вели десятки камер, установленные в павильоне. Созданный по такой технологии ролик без единой монтажной склейки практически мгновенно появляется в сети. И многомиллионная аудитория увидела результат этого эксперимента сразу. Мне хотелось, чтобы кто-то мне позвонил однажды и сказал, Анита, пойдем на авантюру, давай сделаем какой-то новый шаг. А я уже была готова к этому шагу. Вот мы решили в конце концов порадовать наших всех поклонников и сказать, что ребята, мы все готовы. Ведь идут прямые трансляции везде на телеках, прямые эфиры, ток-шоу и так далее. Почему бы не сделать клип? Единственное, надо два дня попахать. Это не снимается одним кадром, это снимается на несколько камер. Мы идем в онлайн-монтаж, онлайн-цветокоррекцию, онлайн-пост-продакшн. То есть для нас это было как вызов, чтобы это попробовать сделать. На протяжении клипа Анита Цой предстает во многих амплуа. Меняет парики и одежду, взаимодействует с десятками танцоров, играет разные роли. И все это она делает в большой степени лишь для одного человека. Песня «Я бы тебя» моему мужу, потому что он перешел на новую работу, девчонки. Он вообще стал пропадать, его нет, он летает все время где-то. Я его не вижу. И порой, когда он возвращается, я говорю, я бы тебя... Но на самом деле, когда мы такое говорим своему любимому человеку, мы подразумеваем всегда, что я бы простила тебя, давай уже. В самом центре столицы состоялась презентация клипа молодого, но очень талантливого музыканта Данте на его новую песню «Тесно». Корреспондент Анастасия Конева узнала не только подробности личной жизни артиста, но также рассекретила основное обращение в строках музыкальной композиции. 13 ноября 2017 года певец, композитор, автор и исполнитель хитов «Под кожу, сердце», «Не вздумай» Данте пригласил своих друзей и коллег на презентацию клипа «Тесно». Новая караоке на новом Арбате с роскошным интерьером распахнул в этот вечер двери многочисленным звездным гостям и представителям прессы в самом сердце столицы. Я самоед, у меня есть какие-то там, мне вот этот кадр не нравится. Люди подошли, никто не сказал каких-то таких, знаешь, замечаний острых. В целом всем понравилось, и для меня такой, ну все, можно выдыхать, работа удалась. Мне кажется, любому артисту хочется с ним сделать совместное произведение. Могу сказать, что Леша настоящий музыкант. Он поистине прям вот реально отдается своему делу, и это очень подкупает, это очень располагает. Мне очень понравился клип, яркая, интересная работа, очень сильно досталась главной героиней этого клипа, потому что ей пришлось и под воду погружаться, и танцевать, и в общем много чего, но все в Лешном стиле. Один из немногих артистов, который умеет свою музыку сделать не просто талантливой, но и по-настоящему качественной. По словам Данте, клип получился очень чувственным и лаконичным. Он показывает два состояния человека. С одной стороны, реальную жизнь. С другой, всю темноту и боль одиночества. Мы как раз отпускаем руки, и это очень сложно, что оба страдают из-за этого. Оба остаются, знаешь, в подвешенном состоянии, в огромном городе в одиночестве. И человеку тесно от того, что он один совсем. Мы хотели показать, что человеку бывает тесно и в большом мире, и на крыше, и в воде, и в темноте, и везде. Если он одинок, то ему тесно будет постоянно. Он пораёт про новую квартиру в Москве, потому что старая уже тесная и интересно. Уже не умещаются инструменты. Композиторы, они такие хитрюшки, что ты можешь написать песню, посвященную, сказать, одному человеку, а на самом деле думаешь про другого. Поэтому никогда не угадать и в его сердце не заглянуть. Такие песни о любви, любые песни о любви, они не пишутся просто так. Всегда есть муза, всегда есть тот, кто вдохновляет, и, конечно же, кто-то присутствует. По мнению режиссёра клипа Светланы Герасимовой, клип полностью отображает момент расставания Данты с его возлюбленной. Лёша просто расстался со своей второй половинкой в августе. У него была депрессия, он лежал весь месяц, написал песню тесно, и вот мы решили на неё снять клип. Я не знаю, что это придуманная история или это нет, это его рассказ, а я его постаралась вывести на экран. Когда всё как-то срабатывается, когда ты видишь крутого режиссёра, когда ты видишь крутую героиню, это как батарейка, энергия есть, и всё начинает работать. Это были какие-то отношения, и это слышно в песне, то, что всё правда, то, что человек вылил, то, что у него было на душе. Ты понимаешь, что только кого девушки, когда она поняла, что это слова о вас? Мы позвонили друг другу, поплакали друг другу в трубку. Но мы не решили сходить сам. Тебе кажется, что мы можем поменяться как-то, что что-то может измениться, но люди не меняются. Только лет через 10-15 люди могут поменяться так, но не факт, что мы друг друга дождёмся. Если мужчине нравится девушка, то он не будет говорить, подожди, мне не нужны отношения, всё, значит, ты просто, видимо, не встретил ещё одну. Может быть и так, кстати, да, да, твоя правда есть, кстати, ты прямо мне глаза открыла только что. На этом у меня всё. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Григорий Юрченко. Оставайтесь позитивными и смотрите Newsbox Digest на Russian Music Box. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова